Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и конечно же красавцы, куда же без вас, меня зовут Алена и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео будет крутая, очередная крутая подборка бюджетной косметики, но где-то тут до 300-400 рублей. Если вас интересует данная тема, то обязательно оставайтесь со мной. Давайте приступим. Первое, что я вам покажу, это не из разряда косметических средств, это влажные салфетки. Почему они в этой подборке, собственно говоря? Да потому что они суперкрутые, продаются у нас в Волгограде и в Улстом парфюм-декоре. В других городах, к сожалению, не подскажу, но можно загуглить и узнать через гугл, где можно их купить в других городах. Итак, это Куалита Профессионал хозяйственные салфетки с пропиткой многофункциональной. Тут 176 штук, они выглядят абсолютно как обычные салфетки, но их преимущество заключается в том, что их можно использовать абсолютно для любых поверхностей. И в хозяйстве, и при пятнах у меня было пятно от клубники на диванчике, и я его с легкостью замыла и полностью убрала с помощью этого средства, так скажем, этих салфеток. Также еще было пятно, но, к сожалению, только свежее пятно оттирается. Если пятна застарелы, то это не поможет. Если пятнышко только что поставлено, или же, ну там час-два прошло, ну в течение дня вы увидели, что оно уже есть, это пятно, то тогда отмоет. Все остальное нет, к сожалению, только не для застарелых пятен, а так, вот просто невероятно крутая вещь, которая действительно нужна, которая еще вдобавок работает. Поэтому присмотритесь, салфетки крутые стоят в районе 130-140 рублей, плюс-минус, но за 176 штук я считаю это очень даже выгодно. Дальше, что я вам еще покажу, это из разряда ухода за волосами, а точнее ухода за волосами в летний период времени. Дело в том, что у меня корни уже свои, где-то сантиметра на три, и они отличаются по типу волос с основной длиной. Основная длина она посуше, чем корень. Корень у меня и мой волос в целом относятся к нормальному типу, и также кожа головы относится к нормальному, склонному к жирности. И поэтому у меня все шампуни, в основном из-за того, что длина такая суховатая, все шампуни у меня направлены именно на восстановление волос. И я такая думаю, нет, сейчас лето, хочется что-то такое вот супер очищающее, но шампунь глубокой очистки на постоянной основе, к сожалению, ты пользоваться им не будешь. А вот что-то такое на постоянной основе для, не для сухих, а для жирных волос, очень даже будет актуально. Магнит Косметик на акциях увидела шампунь Шамту, он мне очень раньше нравился, и в принципе я сейчас тоже очень им довольна. Очищение свежее, без парабенов и искусственных красителей. Шампунь с экстрактом трав для жирных волос. Он, во-первых, очень часто есть на акциях, пахнет невероятно круто, какой-то конфеткой с цветами, что-то вот интересное, такая отдушка, это два. И третье, самое основное, он экономично расходуется, образовывается шапка пены, ну, соответственно, СЛС, понятное дело, что это есть, экономично расходуется, хорошо промывает волосы, при этом их не сушит абсолютно по всей длине. Но, тем не менее, с помощью этого шампуня я могу не мыть волосы два дня. А вот обычный, когда используют для восстановления волос, им нужно мыть снова на второй день. В общем, вот такая тенденция. За 120 рублей отличный шампунь объемом 360 мл, которого вам хватит надолго. И если у вас нормальный тип волос, то можно не использовать кондиционер. Это вот так вот для справки. Ну, вообще, ой, я сейчас пропаду, но вообще кондиционер использовать нужно, потому что вы шампунем открываете чешуйки, а кондиционер их закрывает, чтобы в дальнейшем ваши волосы не сохли и в дальнейшем не ломались. Даже натуральные волосы, даже нормальные волосы, абсолютно любой тип волос, нужно именно ухаживать за ним по этой системе. Дальше у меня тут абсолютно все сухие шампуни позаканчивались. В Москве у меня они есть, тут у меня их, к сожалению, нет. Тоже на акциях за 200 рублей в Магнит Косметик я взяла Сиос. Вообще, мое самое-самое первое знакомство с сухими шампунями было именно, начала я с бренда Сиос. Потому что тогда особо он популярности не обрел столько, сколько сейчас. Именно сухой шампунь, а не Сиос, просто сухой шампунь. И тогда я купила, по-моему, зеленая этикетка, это был 15-й год, или 14-15-й. И я такая, ну, неплохо, хороший объем. И меня очень сильно выручало, когда я работала в ночь. У меня голова в течение ночи от того, что я постоянно мацала волосы, жирнилась. Я доставала из сумки, бах-бах, освежила, и классно. Это вот прям идеальная вещь для тех, у кого волосы жирнятся в течение дня. Если они у вас, кстати, жирнятся, обратите внимание на ваш уход. Может быть, вы как-то неправильно ухаживаете. То есть у вас, например, кожа головы жирная, а вы используете шампунь для сухих, например, сухой кожи головы. Ну, вот так вот проанализируйте, может быть, причина в этом кроется. Что по поводу этого шампуня? Он не самый лучший, вот откровенно говоря, он не самый лучший. Но сейчас тут более мелкое распыление, он более мелкодисперсный, чем был ранее. Он очень хорошо вычесывается, и на волосах у меня никакого белого налета нет. Он действительно освежает, и поэтому я его отнесла именно в эту подборку, ничем не хуже других. Но самый крутой, мне понравился больше всего из Магнит Косметик, это ТРСМ. Вот он меня поразил, потому что он, мельче его я не встречала, мельче по нанесению, по вычесу. В общем, супер классный шампунь ТРСМ, но этот не менее крутой. У меня для тонких, ослабленных волос подходит для укладки еще один день свежести. И, кстати, как нужно пользоваться сухим шампунем? Я это поняла абсолютно недавно, и, в принципе, я раньше таким способом пользовалась сухим шампунем. В общем, по проборам после укладки вы наносите сухой шампунь, оставляете его минут на две, и потом распределяете, вычесываете. На следующий день вы можете освежить свой сухой шампунь, но это, как показывает практика, абсолютно не нужно, потому что волосы продолжают быть чистыми. И, соответственно, не нужно их лапать в течение дня. Ну, постоянно вот так вот в корни запускать, постоянно вот так вот трогать. Этого делать не нужно, тем самым вы их еще больше засаливаете. Но вот такой способ использования сухого шампуня не сразу на грязное, когда ты на чистый. То есть ты предотвращаешь излишнюю выработку кожного сала. Вот так. Так, дальше, что еще для укладки, для волос? Ну, точнее, не для укладки, нет, абсолютно. Это два продукта от Фаберлик, серия Blonde Icon. Я вообще к средствам для волос, для ухода за волосами от Фаберлик отношусь очень спорно. Мне многие продукты, многие продукты, девчонки очень сильно сушат волосы. Я что была брюнеткой, что вот сейчас блондинка, что рыжая, что шатенка, что русая, но не подходил мне, к сожалению, уход от Фаберлик. Тут мне очень много девчонок писали по поводу того, что вот попробуй Blonde Icon. Это отличное тонирующее средство, которое абсолютно не сушит волосы. Проблема блондинок заключается в том, что мы осветляем волосы, мы их тонируем постоянно, из-за этого у нас излишняя сухость волос, и вследствие у нас волос начинает обламываться и сечься. Поэтому вот как-то иной раз, когда ты хочешь стать блондинкой, ты 150 раз подумаешь, потому что, во-первых, это очень дорого, это очень затратно по энергии, я так вам хочу сказать. Хотя вот у меня сейчас натуральный блонд, свой волос, вот такой вот русый, вот мои корни видны. Я сейчас не особо как-то прям, я не знаю, как-то трясусь. Нет, не то чтобы трясусь, нет, в плане трясусь над уходом, что 500 масок мне нужно нанести, нет. У меня просто хорошая термозащита, маски у меня абсолютно разные, и вот я подбираю шампунь под кожу головы, пожалуй, все. И стараюсь по минимуму их травмировать плойкой. В основном фенщетка, вот, пожалуйста, вот такая причесонка, вот такой вот причесончик и пошла. Так, по поводу других девчонок, те, кто обладательница прямых волос, это вообще намного проще, но все-таки нужно ко всему относиться с умом. В первую очередь, к окрашиванию, а уж затем к тонировке. Тонику я бы не советовала в плане тонирующих средств для блонда, но самое лучшее для меня это Глискур, и до сих пор остается именно тонирующий шампунь фиолетовый и также масочка, тоже очень классная. Это не менее крутое, но тут тонирующих пигментов именно, которые заглушают желтизну, намного-намного меньше. Я не знаю, как это вам объяснить, но, в общем, шампунь не так сильно тонирует, как шампунь от Глискур. То есть там концентрация самих вот этих вот сине-фиолетовых пигментов намного меньше. Фаберлик. Артикул у шампуня 2710. Но, тем не менее, этот шампунь очень хорошо очищает волосы и не сушит блонд, что немаловажно. Поэтому обратите на него внимание. Мне кажется, за эту стоимость, тем более он очень часто для представителей, есть на акциях, кто зарегистрирован в Фаберлик. Кстати, я вам ставлю ссылку, вы зарегистрируйтесь в моей команде. И вот такая вот маска, бальзам, хотя бы я назвала это маской, потому что бальзамом с такой плотной текстурой, я не могу бальзамом это назвать, такую плотную текстуру. Это бальзам восстанавливающий, срок он с момента вскрытия 8 месяцев, а у шампуня тоже 8 месяцев, 150 мл. Вот как он у меня сильно похудел. Могу сказать так, что он достаточно, как вам правильно выразиться, он достаточно неэкономично расходующийся. То есть, чтобы нанести полностью на всю длину волос, даже вот мою вот такую, нужно вот так. То есть, мне фактически хватит на 1, 2, 3, ну на 4 применения где-то вот так, чтобы хорошо нанести. Я не люблю продукты, вот как-то по горошинке распределять. Я люблю, если я тестирую, пробую что-то новое, то попробовать и нормальный дать отзыв. Поэтому, девчонки, блондиночки, если ищете какой-то уход, который вам не сушит волосцы, обратите внимание на Глискур. Еще мне очень нравятся Эльсеф тонирующие средства. И также вот этот вот Фаберлик Блонд Айкон ничуть не уступает. Но имейте в виду, что концентрация вот этих вот фиолетовых пигментов там намного меньше. Дальше, 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 дальше. Я хочу обначать с лица, или не с яйца, или с яйца. В общем, давайте с тела, тело, тело в дело. Совсем недавно в Литуаль, это сама марка Литуаль, вот я наткнулась на вот такие вот спреи для тела, парфюмированные. Там есть еще какие-то типа духи в шариках, еще какая-то штука. Но суть в чем, я взяла себе два спрея по цене одного, то есть по 140 рублей мне вышли эти спреи. Значит, смотрите, цветок жасмина и мандарин и лайм. Вот этот мандарин и лайм, это что-то невероятное, девчонки. Это какой-то очень дорогой бергамот. Это такой вот прям вот по-настоящему дорогой бергамот. И даже моя мама, когда послушала этот аромат, она сказала, Ален, каким-то дорогим парфюмом пахнет. Я говорю, ну да, аж чем-то вот, блин, а вспомнить не могу. Ну, очень крутой. Вот этот вот мой фаворит. По поводу жасмина, тут есть также цветок жасмина у меня. Он более сладковатый, такой, знаете, немножечко игриво, сладковато. Сладковато никакой, вот так вот в хорошем смысле этого слова. То есть нет в нем сложности, вот так. Но спреи имеют стойкость, если наносить сразу после душа, имеют стойкость до 6 часов, это проверено. И у них очень хороший, такой вот дорогой шлейфовый аромат. Вдобавок они бюджетно стоят. Маленький объем, можно взять с собой в сумочку. Объем всего у нас 50 мл. И они вроде как на масляной основе идут, если я не ошибусь. То есть одновременно еще и увлажняют кожу, предотвращают сухость. Поэтому имейте в виду. Раз уж я заговорила о теле, покажу вам также от Фаберлик вот такую вот рукавичку. Рукавичка очень интересная. Во-первых, она для лица и для тела. И она идет как пилинг. Пилинг. Я использовала и на лицо, и на тело. И могу сказать так, что вот именно вот эта вещь может спокойно вам заменить скрабы для тела и для лица. Почему? Во-первых, она невероятно мягкая. То есть это не наждачка абсолютно. Она невероятно мягкая. Ей удобно работать. Она не царапает, не повреждает кожу. Сразу после применения можно нанести тонкий слой какого-то масла или плотного баттера, чтобы кожа вообще задышала и дополнительно этот баттер в себя впитала. Очень классная вещь на самом деле. Она очень хорошо моется. Можно нанести какое-то средство для умывания, также умыться. Абсолютно нормально в моей практике так применять данную рукавичку. Это бьюти кафе Фаберлик. Но вещь очень-очень классная. Я рекомендую вам ее попробовать. Так, дальше. Ну и опять же, если вы любите что-то такое вот хардкорное, чень и так далее. Вот, ой, извиняюсь, я пропала. От крымской косметики, точнее тут живые маски и живая косметика крымская. Я на море брала вот такой вот гидролат для всех типов кожи с эфирным маслом мяты. Я знаю, что есть сайты с крымской косметикой, поэтому найти этот продукт не составит особого труда. А он у нас идет для всех типов кожи. Многофункциональное средство для ухода за кожей волосами. Дополнительное насыщение ионами серебра на специальном оборудовании. Оказывает увлажняющее, тонизирующее, освежающее действие. Обладает ароматическим эффектом. Не содержит консервантов. Вещь классная, суперская. Я иногда в течение дня себя освежаю. Но в основном использую после умывания. Супер вещь. Я обожаю отдушку. Именно эфирное масло розы я обожаю, правда. 200 мл в срок годности с момента вскрытия я не вижу. Вот. Ну, как бы у меня его... Сейчас скажу, сколько осталось. Вот так. Еще крышечку потеряла. Но я очень часто пользуюсь. На волосы немножечко нет. А вот на лицо, как тонизирующее средство, как освежающее средство на лето, вот такая вещь, которая абсолютно... Несмотря на то, что она не содержит консервантов, вроде все натурально, она полностью впитывается в кожу и не оставляет никакой пленки. И также вот такая вот масочка у меня есть. Косметическая со спирулиной и экстрактом розы сделана в Крыму. У меня были какие-то продукты от данной организации, так скажем, живые маски именно. И я могу сказать так, что эта маска, она именно со спирулиной, у нее даже отдушка слегка есть спирулиной, она очень такая вот интересная, полугелевая, полукремовая, одновременно плотная, после применения кожи какая-то, знаете, подтянута, наблюренная, то есть это хорошая антивозрастная маска. Вот так я вам хочу сказать. У нее очень экономичный расход, объем 140 грамм, спирулин, экстракт лепестков розы, эфирные масла. Да, через 10-20 минут оплоснуть кожу водой. Кстати говоря, на вот эту вот плотную текстуру, точнее вот эту плотную текстуру, очень проблематично смывать, но как бы подольше немножко по времени, плюс еще нужно использовать спонжик. А так вот, классная вещь, особенно для возрастных девчонок, которые хотят немножечко, знаете, поменять свой уход в антивозрастное и что-то найти для себя в плане масок для яйца антивозрастное. Следующие два продукта, ой, один точнее, один, один. Покажу вам тоник. Вы знаете, как сильно мне понравился этот тоник, я просто вам не могу описать. Очищающий тоник для лица Natural Good от Nivea. Да, Naturally Good от Nivea. Мы стремимся создать лучший уход для вашей кожи, удаляет макияж, очищает кожу от загрязнения, дарит коже ощущение свежести. Ну, макияж это не удаляет и не надо пробовать, потому что вроде бы как очищающий тоник. Неизвестно, как он будет себя вести, когда попадет на слизистую. Это раз. А во-вторых, тоник приятный. Он слегка пахнет, лично на мой нюх, он слегка пахнет огурчиком. Он хорошо тонизирует, он хорошо очищает кожу. Он ее не сушит абсолютно, даже если вы забудете найти сыворотку и крем. Я заметила такую тенденцию, потому что в основном делают, если для жирной кожи что-то очищающее, они вот прям делают так, чтобы сушило. Стягивало, сушило, в дальнейшем вот это вот трескалось, нет. А вот это вот очень комфортный, классный тоник, очищающий для жирной, для нормальной кожи. Даже для сухой, мне кажется, подойдет, несмотря на то, что вот он вроде бы как... А для какого типа он? Ну, не знаю, для какого он типа, тут не написано. Наверное, для всех, потому что, говорю еще раз, ну, как бы только за себя, но все равно многие девчонки уже купили этот тоник, и они очень довольны, мне писали. Вот, по поводу себя могу сказать, что суперкрутой тоник, бюджетный, за 200 рублей. Я покупала в парфюм-декор. В других городах не знаю, к сожалению, где купить. И последний продукт, пожалуй, он самый-самый дорогой в подборке, потому что он стоит около 400 рублей. Это патчи. Вот патчи, это очень спорная тема, в том плане, что кто-то пользуется, и кому-то очень сильно нравится, кто-то категорически против, потому что считают это пленкой для области вокруг глаз. Я же, в свою очередь, могу сказать, что некоторые патчи действительно создают пленку для кожи вокруг глаз, но есть те патчи, которые изначально рассчитаны на увлажнение. И вот, пожалуйста, вот такие патчи, которые идут от Натуры Сибирика, Биоми, Гиалурон Ай Патч. Они идут с гиалуроновой кислотой 1,5%, плюс Б5 Пантенол. Гиалуроновые увлажняющие патчи для области вокруг глаз. Вот они именно увлажняют, они именно разглаживают, они чуть-чуть слегка высветляют область вокруг глаз, но этот продукт невероятно крутой для обладательницы жирной кожи, даже на веках, потому что, когда ты используешь кремы летом, в жару, у тебя, вот просто, вот это я говорю, сужу по моей маме, она не пользуется кремами ни для лица, ни для кожи вокруг глаз летом, потому что у нее все скатывается, все жирно, все бесит ее. А вот патчи, это спасение, ей они тоже очень сильно понравились, потому что ты после их применения сразу видишь эффект. Увлажнение именно, не вакуума, когда все разглаживают, а именно увлажнение. Вот эта сыворотка, которая там просто уйма, можно потом дополнительно пальчиками распределить. И вдобавок, если вы используете эти патчи, а у вас там останется жидкость, а она у вас там останется, можно разрезать вот так ватные диски пополам и положить, все это пропитается, и также доиспользовать данные патчи. Таким образом вы продлите срок службы их. И будет вам тот же самый эффект, но прям до конца. Выжать продукт... Ну вот и все, мои куколки. Вот такая была, как мне кажется, интересная подборка. Я надеюсь, вам мой ролик был интересен и суперполезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, смотреть их первыми. Также у вас в своем инстаграм. Ссылочку оставлю в описании. Ну и я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Солую плечи. Пока-пока. Продолжение следует...